И так, да, у нас вторая часть. В общем, еще раз повторюсь, что да, милоний терапевт, это все официально. Это человеку надо проходить 6 лет обучения в институте, 2 года в ординатуре, в кафедре неврологии, да, 2 года аспирантура, 2 года еще практики. В общем, в итоге получается 6 лет, чтобы стать такой профессией и идти работать официально, грубо говоря, за 500 долларов. У нас все гораздо проще. Мы эти 500 долларов можем зарабатывать буквально через 3-4 дня нашего обучения и зарабатывать в течение 2-3 дней работы с клиентами. Ну, если это поток клиентов, да. Цена, сколько брать за процедуру, это я в отдельном ролике расскажу, да, потому что, в принципе, если вы просто массажист, это одна цена, а с этими навыками вы можете сразу смело повышать цену в 2-3 раза. А то и в 5 раз некоторые повышают цену, если такое, да. Но пока вы учитесь, да, делайте все за дешево. Делайте кому-то даже бесплатно, там, да. Потихонечку, когда все вы созреете, тогда вам придет необходимость, то есть не надо быть алчным, да, не надо быть жадным, чтобы сразу следить, что-то требовать. Мне это по-сторону, что надо принести больше миру, да, больше там отдать, чтобы потом больше получить. То есть сначала мы должны отдавать свое терпение, силы, знания людям, да, помогать, 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 пока это все, потом все вернется с той лицей. Не беспокойтесь, все вернется. Поэтому, чтобы это еще раз было безопасно, я еще раз говорю, что мы, в общем-то, корректоры больше, корректируем, да, тело, потому что это не переломы и не вывихи, а это сублюксация под вывих, по сути, да. Но, чтобы вам было безопасно, ну, в смысле, клиенткам больше лояльным был, да, вы просите все-таки МРТ, чтобы он принес, да. То есть без МРТ, макетно-резонансная томография, не делаем. Можно КТ, можно рентген, хоть что-нибудь, да, но и МРТ, точнее, на рентгене не видно дисков. То есть позвонки видны, а вот эти вот зелененькие, видите, это диски. Можно вопрос? Ребята, это дают обычно на диски, без снимков, а диск просто без специальной программы не посмотришь. Да, лучше просить, чтобы были снимки, да. А еще лучше описание. Ну, вместе, конечно. Ну да, снимки мы будем изучать. МРТ, это вообще отдельная тема, потому что там есть Тесла-1, ну, наверное, сейчас уже Тесла-2, Тесла-1 уже нету, как бы новое поколение. И Тесла-3. Разберем немножко вперед. Тесла-3 более точнее, там, да, там впроводь до микрона, прям может так вот нарезать, посмотреть. Вам, в общем-то, это сейчас не так актуально, но актуально то, как интерпретируют эти снимки, да. То есть надо, если вы, ну, если вы конкретно работаете в этой профессии, надо договориться с какой-то там ближайшей клиникой, или там запартнериться с кем-то, да, кто делает МРТ. И она, вот эта вот МРТ-шница, так скажем, да, вообще ведущая этой аппаратуры, она будет там описание по два сделать гораздо более подробно, то, что вам как раз нужно, на что вам нужно обратить внимание. То есть без МРТ не делаем. Я уже сказал, что без разогрева тоже не делаем, да. На их совесть, на их откуда. Вы тоже даже можете решать. Ну, это опять же, я говорю, техники безопасности, да. Во-первых, если у человека грыжа, вот тут вот, да, в пояснице, конкретно, не то, что я вам сначала говорю, что-то мышца сковала, а именно грыжа, тогда идет серьезный воспалительный процесс. И грыжа может быть секвестрированная, то есть она еще провисает вот так вот. Ну, до грыжи мы просто дойдем, вперед забегаю немножко. Когда вы поворачиваете его за таз, да, вот из наших приемов, когда вот эти все скрутки идут, вы можете отломить. И это, соответственно, начнется этот кусок там болтаться, травмирует ткани, понимаете. Поэтому в этих случаях мы не делаем. Поэтому вы должны знать МРТ, что у человека насколько там грыжа. Еще раз, это я так пугаю. На самом деле, грыжа, грыжа рознь. К одному придешь, вернее, один кто-то придет там со следующим снимком и скажет, ой, у меня там 12 грыж в позвоночнике. Вы представляете, это весь грудной отдел, 12 позвонков, все сгрыжены. Но такое не бывает. Такое не бывает, смотря, кто что называет грыжей. Либо там врач что-то там перепутал, написал, либо он что-то перепутал. В пояснице, а это толстые позвонки, здесь до выпячивания диска, который выпячивается, 3-4, даже 5 миллиметров, это еще не грыжа. Это протрузия называется. Это безопасно. И то она не всегда еще на нервный корешок давит. Она может вообще в другую сторону выйти, да? Латерально, медиально, там вперед, но вперед редко выходит, обычно кзади. Уже миллиметров 7-8-9 это уже грыжа, да? Тут уже как бы вы не делайте тогда вот эти приемы, опасайтесь, лучше не берите. Но это будет болеть, он будет знать об этом. Да, обычно такие люди знают, да, они предупреждают сразу, что болит. Значит, тут мы делаем тогда токон на растягивание. Разогревающий прием вот эти все растирания тоже не делаем, да? Такому человеку запрещена баня, запрещены всякие там, в древности было, знаете, кирпич нагреют и положат на спину кирпич, и нагреют, это все наоборот. Вредно, лучше ледом, лучше лед положить. Хрустеть, я же говорю, не скручивая, только на растяжении. Если на растяжении что-то хрустнет, то есть только вертикально. Да, это мобилизация называется, да, только не хрустикально. Соответственно, в шее, позвонки более тонкие, да? Там где-то 3 миллиметра еще протрузия, а вот 4 уже грызы считаются, да? Так что, грыжа может быть шмурли. Шмурли – это грыжа, когда идет, вот два позвонка, да? Когда идет диск, выпячивается не вбок, а внутрь позвонка заходит. Вот тут, если вы что-нибудь там вот так хрустнете резко, Можете, в принципе, сломать. Но это, опять же, это настолько маловероятно, и обычно человеку всегда опрашиваете. Если он меня-то не принес, спрашивайте, а что у тебя где? А более в детстве там что-нибудь, да? И по воздуху, соответственно, вот, вы говорите, на холодную делают. Но на холодную, наверное, делают молодых достаточно людей. И меня делали, что ли? Да? Конечно. Но вот чуть-чуть, ближе к 60, вот так вот и все. Вот так, может, чуть-чуть такое дело, да? Но ближе к 60 уже позвонки, я вам так скажу, обрастают остеофитами. Вот позвоночник такой там, диски, да? Они уже становятся вот с упуклыми, такими краешками. кальциты там всякие образуются. Они могут отломаться. У меня есть снимок, у меня даже, вот у меня достаточно молодой, в принципе, не пенсионер еще, снимок моей шеи. И у меня прям отломали этот, кончик такой, там болтался, краешек, и он же рассасывается. Да, потом рассасывался, слава богу, он ничего не поцарапал, но мало ли у кого-то что-то поцарапает. Это начинается спондилез. У кого-то он быстрее, у кого-то медленнее происходит. И когда они уже сращиваются, вот так вот, представляете, два полумака сращенных. Но это, наверное, ближе к 70 годам, да? Тут, чтобы вы не делали, вы просто их сломаете, потому что вот этот сегмент... Надо до этого ничего не делать, чтобы они так срослись. А если все делать, они же не все срослись. Да, если все делать, если человек за собой следит, гимнастикой занимается, ходит к мануальщику, к массажисту, плавленным и так далее, то у него ничего не срослись. Вот. Это, как правило, бездвижный образ жизни у человека. Он либо сидящий образ жизни, либо лежит все время одним местом, ну, заболел чуть-чуть, но ничего не делает, не ходит никому, так и старается на нее не шевелить. Вот она еще больше костенеет, еще больше корсет получается, ой, корсет. Да? Таким, конечно, мы ничего не сделаем. Поэтому вам надо знать МРТ, чтобы предостеречь себя от этих вот всяких проблем. А как должно показаться в этом МРТ вот эти штуки? Вот так они покажутся, они срочно будут. Тела позвонков, они белые. Называются спондилартрит, спондилартроз, спондилит. Вот все с этими словами, это уже как бы процесс начался. Спондилартроз, это самое такое, это уже как-то нарушение суставов. Тогда уже ничего не... И растяжение нельзя так делать? Ну, растяжение можно сделать, но там бессмысленно. Ну, это как как два горшка спаялись вместе, да? Я просто думаю, бабушки сделать или нет? Спроси, узнаю сначала. Опять же, гемангиома может быть, да? Это кровоносный сгусток. Может быть, что там позвоночники? Рак позвоночника может быть, да? Тоже не делаем. То есть, техники безопасности такого не делаем. Но это я вам скажу, это все, что я перечитаю, вот эти ужасы, это, наверное, два или один процента вообще от работы. Они явно это знают. Они явно это знают, они помнят. два и не делаем или какая-то маленькая делаем при гемангиоме? Делаем. На растяжение можно делать. Вообще, у нас все приемы на декомпрессию, поэтому самое главное потом, я вам скажу еще, дойдем до этого, вы растянули по звонке, а потом мягко соединить. Не резко, и человек не резко встает со стола. А мягко, плавно встает, полежит еще там минут пять. Вот поэтому без разогрева тоже не делаем, потому что человек зажатый, да? Молодые, которые там лет 20-25 лет, там, да, до трясти, они по походке, вы видите, они идут, у них там вот все шевелится, вот они такие, свободные. К ним вот, 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 к ним вот такие подходят прямо на улице, там, все, не спрашивая, да, не спрашивая, хрест-хрест, по коленам, раз там, все починился, поставил, все отлично. Но с возрастом, вот, надо будет все-таки растерегаться. Соответственно, без сквозняков. То есть, не в помещении и после, особенно, да, то есть, после этих процедур легкий сквозняк, он никогда прям ловит его за пару секунд, там, да, что-то, что-то прожардуло, и все. И у него спазм будет еще больше, чем до этого. Вы же разогрели, да, у него спазм будет потом еще больше. И он будет на вас жаловаться, подумать, что это вы ему там что-то сделали, да. Поэтому всегда предупреждаю, берите, особенно с воротником, куртки приходите, когда ко мне идут люди, да. Когда такие процедуры достаточно серьезные, то желательно еще минут, там, хотя бы посидеть в теплее чаю попить. А еще лучше делать недалеко от дома, чтобы потом пойти сразу ложиться спать, чтобы, не дай бог, все это не сбить. Сквозняки, это наш вредитель. Потом, без громких шумов, чтобы вы просто слышали, что вы делаете, где произвести манипуляцию. Это может быть нажали здесь, а просто там. Что-то уже такое, может не то, это подозрение может вызвать, что-то не то нажали, наверное. Так, с жесткой фиксацией, если какого-то человека просить зафиксировать, а самой со всей дуи, куда надо управлять, это будет эффективнее? Это будет эффективнее, да, если сама сможет зафиксировать, да. Один раз, ну, может, с помощником работать, с одним, а может, даже заниматься тремя. Один раз мы правили позвоночник человеку вот этот вот, достаточно крепкие позвонки, поворачивали, мы его держали в пятером, в смысле, в пятером работали, один манипуляции производил, давил сюда, да, двое держали за эти, ну, за грудную клетку, чтобы он не сползал, да, и еще один за ноги его дергал в сторону. Ну, если ты поняла, в чем проблема у меня, я же пыталась и туда, и сюда, поэтому у меня и не получалось. Нет, это все получится, как давно, механикам понять. Ну, у самой-то у меня до этого получалось. Поэтому у обычно столов, у мануарных терапевтов есть дополнительные ремни, и они затягивают человека. А на полу Все жуки и всякие вот такие, которые держат, например, таз, да, стул, когда на стуле сидит, да, такой ремень есть, как в машине. На полу, как вы участие сидите, делать, и не получится на полу, так? Может делать, где угодно, все везде может делать. Но я имею в виду силы. И стоя, и на стуле, и на полу, и на столе, где угодно можно делать. Только на жестком поле, естественно, потому что жесткая фиксация. Фиксация об пол, в данном случае идет. Либо у нас одна рука фиксирует, мы с вами порписом фиксируем, вот зажали, как всегда, да. То есть можно и рукой где-то зажать. Да, можно и рукой где-то зажать. А другой там? Да, да, да. Так, ногой зажали, вот так удерживаться, а этой рукой. Попы вернули. Будет такое, будет. Замегаешь вперед. Я пытаюсь, чтобы ничего не потерять. Я уже говорил, что разговариваете с человеком, чтобы поднять его лояльность, чтобы вы понимали досконально, что вы делаете. То есть молча не делайте. Ой, у меня был один такой этот партнер, я прихожу к нему в кабинет, а он человека массирует в наушниках. Поэтому вообще не слышу, что мало ли что-то, он может быть больно делать, это уже стольник там может быть, да. Поэтому без всяких наушников. Разговариваете, обсуждаете. Ну, коротко напишу, да. Еще я вам говорил уже, чтобы не делать на сто процентов. И не за один сеанс. Да? Лучше там два-три сеанса. Ну, можно помочь, по-моему, если человеку, по-моему, молодому за один сеанс, да. Соответственно, хруст не всегда будет. Вот иногда его потянули, потянули, да. Вот приходят пенсионеры 70 лет, да, допустим, шею ему там раз, чтобы вот эти афистиофиты не повредить, да. Хотя бы растянули, хотя бы сухожилие. Хруст эти бывают разные. Если мы все-таки с суставом, там, повернули сустав, да, то будет что-нибудь на такое похоже. Если это как бы связки, вот они прикреплены, да, то они будут так, как бы-то вот такой звук будет примерно, да. Или еще звук такой, как бы не щелчок, а такой чуть-чуть там, что-то такое легкое встало, да. Тоже. То есть у нас нет самоцели, но добиться конкретно такого щелчка. А может вообще ничего не дать. И сыграются на костях. То есть они сдвинуты? Потянули уже хорошо. Не обязательно добиваться хруста. Нет, ну какой-то минимальный-то будет? Не обязательно, может не быть. За один час может не быть. Хруст не самоцель. А если один раз хрустнули, и потом уже аж не хрустнет, да? Хрустнет. Я же говорю, может и другую сторону хрустнуть. Кстати, тоже по поводу приемов. Не надейте, что у вас будет один универсальный прием для всех случаев жизни на все тела. Все тела разных людей, подготовка разная, мышечный корсет разный. И приемов тоже по этому много, потому что с одним получается все одинаково, на столе, да? А кем-то надо и посадить человека. А где-то его же, потом в другой позе животом вниз, потом животом вверх, потом на полу с ним, потом стоя с ним, а потом сидя на стуле, и вдруг раз, и на стуле у него получилось. Это же вы на это что делали? За это не зря работали, его тоже растягивали, растягивали, разным позом ставили, ставили. Он потихонечку, какие-то внутренние мышцы у меня там потихонечку расслаблялись, 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 и вырубаться получилось. Так что, ну, зависит от сеанса, да? Кто-то на 5 минут приходит на сеанс, а кто-то у меня, я с некоторыми работаю, и 2-3 часа бывает с людьми такими, понимаете? А с одним парнем вообще 7 часов работали. Но там, правда, сейчас медитация, там много чего было включено. Ну, делаем через ткань. Ткань, понимаете, что это? Чтобы, особенно если после массажа, масляного, да, чтобы человек не скользил. То есть, вы когда упор сделали руками, вы не идете потом по коже, а вы упираете в косточку, вам надо, чтобы хотя бы салфеточка какая-то, полотенечко, просто, все что угодно. Вы толкаете, да, вот именно вот в кость, понимаете? А не скользите вот так вот. А талька приходит? Тальк, не о том вопрос, не нужен тальк. Ну, просто, на голову и спину как-то видно, куда ложить руки, а на эту ткань. Ну, это мы сейчас с работой уже дойдем. Через, попробуем. Какую лучше кладчатую бумажную? Я же говорю, любую. Лучше кладчатую можно. Ну, не салфетическую, не скользящую. Ну, не шелковую, которая скользит, да. Чтобы хотя бы, ну, хорошо, грубо говоря, чтобы не скользило. Полотенце тоже подойдет, да? Все. Шелковая скользить, мне ее не используют. Полотенце подойдет, салфетка. Даже бумажная салфетка подойдет. Так, и работаем, естественно, от простого к сложному. И обучение у нас идет, и с телом мы работаем тоже. Вот с простого к сложному. Ну, понятно, да? Чтобы мы могли легче понять, что мы делаем в следующем, в следующем элементе, да? Ну, через ткань, соответственно, без скольжения. Даже по ткани можно скользить, и про на замесу, да? Или через ткань. Лучше соблюдать, чтобы было без скольжения. Так, вот это все наше основное, что мы должны соблюдать. По-моему, про звук, про скользники сказал, да? Русская фиксация сказала. Вот сейчас мы перейдем непосредственно к практике. Как раз вы получите удовольствие. Хлебу не корни, по-моему, да? Кому-то, да? Типа хрустеть. Сыграем на костях. Вот. Если вы настолько смотрите и слушаете по видео, то зря вы это делаете. По видео, как я вам говорил, уже не до конца поймете. Лучше приходите к нам сюда. Олег Аллаф Гуден вас всему научит. Так что до новых встреч, дорогие друзья. Не забудьте поставить нам лайк.